Как правильно организовывать взаимодействие педагогов с родительскими ассоциациями и какие цели и задачи решать совместными усилиями, обсуждалось на семинаре родителей и руководителей школ и детских садов. На первых этапах было исследование того, как работают ассоциации педагогов и родителей в образовательных учреждениях и ГАУЗИ. На втором этапе мы проводили уже анализ полученной информации. То сейчас как раз уже пришли к тому, что на базе вот этого анализа мы проводим обучение ассоциации совместно с управлением юстиции, совместно с управлением образования ГАУЗИ, обучение тому, как на основе уже последних законодательных актов правильно построить работу легально и открыто. В свое время большинство родительских ассоциаций в ГАУЗИ учреждались как объединение педагогов и родителей. Педагоги не отрицали, что, как правило, руководители школ и детских садов возглавляли эти ассоциации и играли главенствующую роль. Более того, они и сейчас сомневаются в том, что родители способны самоорганизовываться без вмешательства педагогов. Просто родитель на просто родителя не реагирует. Может ли вмешаться какая-то местная власть в работу? Не в проверку, а в работу, там, поприсовать на собрании, высказать свое мнение, потому что к его мнению прислушивается больше, чем, допустим, к моему. Руководителям школ и садов сложно было понять, что родительские объединения – это самостоятельные организации. Некоторые из них даже предположили, что они вправе решать судьбу ассоциаций. В новых условиях, когда мы переходим на баланс финансировых школ, у нас есть спецсчет. И мы с родителями можем сказать, вот давайте вы на этот спецсчет перечисляйте деньги для нашей школы, и потом совместно будем что-то делать для этой школы. Теперь вот такой вопрос. Какая разница эти деньги, которые будут на спецсчете, и вот эти бюрократические проволочки и так далее, есть ли какая-то льгота, если мы вступим в ассоциацию, и в чем выражается вот этот позитив, в отличие от того, если у нас будут деньги на спецсчете. Считая родительские ассоциации, своим детищем и руководители учреждения больше интересовались вопросами внесения изменений, дополнений в устав, контроля и учета финансов. С кого будем мы собирать взносы? С каждого ребенка или с родителя одного? Вот у меня такой вопрос. Один родитель пишет на другого, что та у нее вымогает деньги на проект. А другая рассуждает, что у меня трое детей, я готова дать, а у тебя один почему-то не хочешь дать. Вопросов было много, и каждый получил широкие разъяснения вплоть до консультации по конкретным случаям. Представитель юстиции, руководцовец законом об общественных объединениях и положением о сотрудничестве образовательных учреждений с общественными объединениями рассмотрела все заявленные ситуации. Были моменты, с которыми люди сталкивались, но некому было задать вопросы. Сегодня вы сами были свидетелями масса вопросов, масса предложений, ответов. Я думаю, что семинар прошел довольно-таки результативно, и есть какой-то эффект. Тренеры подчеркнули, что директора школы и заведующие не могут управлять, контролировать или каким-либо образом вмешиваться в работу общественных объединений. Они могут решать общие образовательные задачи, сотрудничая с родителями. Эффективность семинара оценили присутствующие. Документы, которые я подготовила год назад, они почти соответствуют, но есть большие и недочеты, над которыми нужно работать. У нас по сегодняшний день ассоциация педагогов и родителей, а должны быть только родители, поэтому мы будем вносить изменения в устав, и чтобы у нас все было законно. Там, где нам было тяжело, насчет денег, например, вот мы узнали, что учителя не имеют права быть членами ассоциации, хотя у нас есть ассоциация отдельно учителей и отдельно родителей. Я сам, как личность, не согласен с тем, что родители должны поддерживать школу. С самого начала сказала, что образование и медицина должны жить за счет государства, а не за счет нас. Семинар проведен общественной организацией Веста в партнерстве с ТВА «Иначик» при содействии Управления образования в рамках проекта Центра «Контакт» и финансовой поддержки Организации Объединенных Наций в поддержку демократии.